Наверное, с какой-то разумной точки зрения, такой общечеловеческой, жалко подставлять людей под пули, под возможность смерти и так далее. Во-первых, я думаю, что журналисты, которые ездят в горячие точки, это особого склада людей. Как Артем Боровик был. Он так прожил, так и погиб, разбился на самолете. Это люди, которым необходимо. Есть люди по складу солдаты. Он взял автомат и пошел воевать. Эти люди не хотят убивать других людей, но ощущения им нужны. Это становится их профессией, с одной стороны. Поэтому я уверен, что для многих журналистов из горячих точек жизнь станет тусклой, если их не будет в силу профессиональной своей заточенности. Во-вторых, понятно, что сегодня любая война, такая, как сейчас идет в Украине, к сожалению, это в первую очередь война не танков. У Украины и армии-то толком нет, а ей противостоят ополченцы, в принципе, гражданские люди. Пусть там есть среди них бывшие военные, спецназовцы и так далее. То есть это война такая, ну как бы недовойна, собственно говоря, с точки зрения больших боевых действий. Но это в первую очередь огромная информационная война. Вот как эту информационную войну вести без тех людей, которые готовы на то, чтобы засунуть объектив своей камеры в самое пекло сражения. Поэтому я как бы очень переживаю из информационной войны, потому что меня крайне возмущают, там двойные стандарты и прочие вещи крайне возмущают. Вот я лично думаю, что без этих людей, без этих людей мир и как бы наша информированность стала бы на порядке ниже. И был бы другой климат в обществе, было бы другое настроение, потому что как бы мы все равно, наше настроение питается не тем, что мы увидели своими глазами, а в основном тем, что мы увидели, так сказать, в интернете, на телевидении и так далее. То есть вот этими кадрами мы питаемся и представляемся, составляем для себя определенную картину того, что происходит. И какова эта картина, на мой личный взгляд, во многом зависит от этих людей. Насильно, конечно, их не надо посылать, насильно ни в коем случае. Но я думаю, что всегда найдутся люди, которые поедут.